Аллах, уважаемые братья, так сделал то, что Аллах, уважаемые братья, так сделал то, что То есть Аллах сотворил людей и заложил из природы то, что человек, он тянется к каким-то вещам, стремится к каким-то вещам. И вот это состояние между сердцем и рабом Аллаха принадлежит Всевышнему Аллаху. Аллах в Коране сказал, «Состояние души, состояние сердца между сердцем и рабом, оно принадлежит Всевышнему Аллаху. Поэтому вы знаете, что пророк Мухаммад больше всего просил дуа, «О Аллах, о пероворачивающие сердца людей, укрепи мое сердце на твоей религии». Даже Аиша, его супруга, удивилась, сказала, «Ты за себя боишься, посланник Аллаха». То есть, если не твое, Аллах в сердце укрепит, тогда че? «Откуда тебя должно знать, о дочь Абу-Бакра?» Поистине сердца людей принадлежит Аллаху. И как пожелает, он их переворачивает. Поэтому Аллах так сделал, сотворил нас из природы то, что сердце всегда тянется к чему-то. Аллах сделал то, что человек, его душа, его сердце, бывает, тянется к его супруге, его супружеское сердце у супруги тоже тянется к мужу. То, что бывает, то, что человек… То есть, из природы человек любит заработать деньги, любит деньги, любит, чтобы у него был хороший дом, хорошие машины, чтобы у него были деньги. Это заложено в сердце человека из природы Всевышнего Аллаха. То, что сделал то, что отец, он тянется к своему сыну, и любит его, и тянется к нему из природы, так Аллах заложил. Дети тянутся к своим родителям. Но, однако, вот это переживание, если каждый сейчас, пускай у себя спросит, за кого мы больше переживаем, за своих родителей или за своих детей? А как? За родителей мы… Нет, мы их почитаем больше, за них делаем дуа. То есть, прислушаем, ну, например, скажем, у тебя мама улетела куда-то, отец улетел, или твои дети куда-то поехали в другую страну. Ты за детей больше переживаешь, так? Почему? Потому что изначально Аллах, субхану ва-та-Аля, в природе, Адам, алейсалям, сотворил, из него же сотворил нашу маму, а у них не было родителей. И они не могли из природы передать вот это переживание своим родителям. Они передавали своим детям, и так из поколения в поколение вот это вот идет до сегодняшнего дня. То есть, человек бывает то, что отец тянется к своему сыну. Аллах, субхану ва-та-Аля, так сделало то, что так же и бывают друзья, и сердце человека тянется к своему другу. Поэтому каждый из нас хочет, чтобы у него был, и без этого жить невозможно, чтобы у него был какой-то в этой жизни друг, надежный брат, поэтому, который он сможет с ним чем-то поделиться, посоветоваться, какой-то секрет рассказать. И Аллах, субхану ва-та-Аля, сделало шариат Аллаха, закон Всевышнего Аллаха, то, что все, что заложено в наших душах, в наших сердцах, шариат это подтверждает и это укрепляет. И Аллах, субхану ва-та-Аля, не запрещает человеку, чтобы он стремился к хорошему заработку, не запрещает. Аллах, субхану ва-та-Аля, не запрещает человеку, чтобы его сердце тянулось к его детям, не запрещает. Аллах, субхану ва-та-Аля, не запрещает, чтобы у раба Аллаха был друг, надежный друг, которому тянулось бы его сердце, его душа, не запрещает. Но однако есть долабит, ахкам, есть некие законы, некие условия, как должны выстраиваться вот эти отношения. Как правильно выбирать себе друга? Об этом сегодня бы хотели мы с вами поговорить. То, что... Первый вопрос. Как человек должен для себя выбирать друга? Какие должны быть качества с точки зрения Кур'ана и Сунны, закона нашего шариата, в твоем друге, чтобы он был твоим другом? Как один друг может своего друга возвысить перед Аллахом в степенях? Как, Субханаллах, друг может тебя возвысить перед Аллахом в степенях? Да, мы сейчас узнаем из хадисов, из аятов. Как Аллах, Субханаллах, нам повелевает, нас призывает выбирать друзей? И как посланник Аллаха, Субханаллах, описывал, какие должны быть у верующих друзья, и как друг по отношению к своему другу, брат по отношению к своему брату верующему, какой у него должен быть ахляк, гылк, адаб по отношению? Потому что на сегодняшний день некоторые друзья не могут дружить. Некоторые братья не могут именно относиться к своему брату, как положено, согласно Кур'ану и Сунны. Посмотрите, удивительный хадис. Человек, он на религии своего друга. И пусть каждый из вас посмотрим, с кем он дружит. То есть имеется в виду, человек, с кем дружит, какой у этого человека характер, чем он занимается, на какой он религии. То есть вот об этом, о другом человеке можно сказать. С кем он дружит, такой же он. Как говорится же, покажи, кто ты друг, я скажу, кто ты. Вот тоже об этом сказал пророк Мухаммад, Субханаллах, Субханаллах, Субханаллах. Как будто посланник Аллаха, Субханаллах, 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 Субханаллах указывает, если человек будет дружить с грешником, то этот грешник может его сбить с прямого пути. сбить с пути Аллаха и повести с собой в греховное. И это человек даже не почувствует. Аллах, обращаясь к посланнику Аллаха в Куране, и этот призыв ко всем мусульманам, Всевышний Аллах приказывает и говорит в суратах, которые мы с вами читаем по пятницам. Всевышний Аллах говорит, проявляй терпение. Проявляй терпение вместе с теми, которые восхваляют Аллаха днем и ночью. То есть молящимся. Будь в этом кругу. Проявляй на этом терпение с теми, которые желают лика Аллаха, с теми, которые желают охират, которые для тебя желают благо. И ни в коем случае не отворачивая свой взгляд от них. То есть будь, следи, береги такого друга, если у тебя есть такой друг, который поминает Аллаха, который молится, которого восхваляет Аллах, который богобоязнен твой брат. Посланник Аллаха, в следующем хадисе, сказал, и в этом хадисе посланник Аллаха, описывает от дружбы какой может остаться след на человеке, отпечаток. посланник Аллаха, саллаху алейхиму ассаляму, сказал, если привести пример, параллель между собеседником, другом, праведным и плохим, то это подобно продавцу миска, благовония, мускуса и раздувающим кузнечные мехи. То есть подобно как продавец миска и как кузнец. Что касательно продавца миска, продавца благовония, посланник Аллаха, саллаху алейхиму ассаляму, сказал, если ты его посещишь, продавца миска, может быть, он тебе подарит это благовоние. Как часто бывает, например, приезжаем мы, кто был в Мекке, Медине, покупаешь миски, говоришь, а это тебе подарок, или он тебе подарит, или ты у него что-то купишь благовоние, или ты от него прочувствуешь приятный запах. То есть уйдешь, я от тебя все равно, ты его обнял, ты с ним поздоровался, прочувствовал запах, пропитался этим запахом. Что касательно кузнеца, если ты его навестишь, может быть так, что он прожгет твою одежду. Или ты прочувствуешь неприятный, плохой запах. И здесь ученые-муфассиры дают тавсир этому хадису, говорят, то есть подобно тому продавцу миска. Или он тебе подарит этот миск, или он тебя угостит этим миском, намажет, от тебя будет приятный запах, так же и праведный друг. То есть здесь, салланник Аллаха, саллаху али салам, такой сделал пример. Так же праведный твой брат. Когда ты увидишь от него благой нрав, ты возьмешь от него этот след. Тоже ты возьмешь его для себя как пример. Или он тебе ставит вот этот благой пример, благой след на тебя ставит. То есть если он много будет поминать Аллаху, ты тоже с ним будешь много поминать Всевышнего Аллаха, субханам ва-те-Аля. Он тебе будет напоминать. Как часто бывает, например, когда мы едем на хадж, и забываем проговорить тальбия. Лаббайк, Аллахумма, лаббайк. Кто-то один из джамаата. Лаббайк, Аллахумма, лаббайк. Он тебя напомнил, и ты за ним повторяешь. То есть напомнит он тебе об Аллахе, субханам ва-те-Аля. Например, если твой брат праведный, он спешит всегда часто, то есть на первые ряды в намаз. Ты с ним дружишь, ты вместе с ним также будешь приходить в первые ряды на намаз, чтобы его обогнать, благом соревноваться с ним. Если у него великий нрав, то ты тоже будешь стремиться к такому нраву, благому нраву. Если из его уст исходят благие слова, хорошие слова, то ты тоже перед ним и в его кругу будешь говорить благие слова. Потому что часто бывает, иногда видишь, братья, из их уст исходят плохие слова. Потом они когда находятся, например, в одном джамаате, как иногда братья говорят, то есть когда некоторые братья где-то в кафе сидят, из их уст другие слова исходят. Матеряться и так далее. Когда в мечети вместе, когда находимся из них, то есть если ты будешь дружить с такими, с праведными, из твоих уст тоже будут, исходить благие слова. Если этот человек хорошо относится к родителям, он тебе тоже будет примером для того, чтобы хорошо относиться с родителями. Если он правильно ведет торговлю, не обманывает, не кидает, то ты тоже будешь стремиться быть подобно ему. Поэтому здесь пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал, ты от него возьмешь, альхамдуля, след, хороший отпечаток. Подобно тому, как продавец миска, если он тебя намазал, ты от него взял хороший запах, так же и той праведный брат, ты тоже от него, альхамдуля, возьмешь вот эти следы. Что касательно того, что если ты у него не купишь миск у продавца, почему посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям привел пример, или он тебе подарит миск, или ты купишь от него эти благовония, или в крайнем случае ты уйдешь, но у тебя будет приятный запах. как это способствует, это праведный братом. Казахстан Ученые говорят, если ты даже у него не возьмешь миск, но от тебя останется приятный, от него останется приятный запах, подобно так же, если у тебя будет праведный брат. Если ты из его благих деяний ничего себе не возьмешь, ничего не примешь, то как минимум, когда ты будешь идти вместе с ним, и тебя увидят другие братья, и они спросят, с кем ты его видел? Можешь ли ты из него сделать заступничество? Что ты о нем скажешь? Эти братья скажут, да, мы его знаем, что он дружит с этим. Может быть, у него хлякник такой, но у него есть брат, богобоездный брат, мы его видели с ним, значит, аль-хамдуля, этот человек, аль-хамдуля, такой же, или стремится быть таким. Поэтому и мы его считаем, иншаллах, минас салихин, мы его считаем, иншаллах, исправедно. Плохой друг, плохой собеседник, грешник, он подобно кузнецу. Может быть, так, что он прожгет твою одежду. Если не прожгет твою одежду, то ты уйдешь с неприятным запахом, прочувствуешь этот неприятный запах, когда ты навещал его. Поэтому здесь посланник Аллаха намекнул и указал, может быть, так, подобно кузнецу, что он тебе сразу же прожгет одежду, и если ты будешь дружить с плохим человеком, то он сразу же изменит твой нрав. Вот всегда, когда задают вопрос, говорят, что случилось с нашими детьми? То есть были такие, сейчас нрав изменился плохой. Я говорю, сразу же посмотрите окружение, с кем они общаются, поменялись ли у него друзья или нет. И вот это вот общество влияет на него. То есть или он сразу твой гылк, твой охляк изменит в плохую сторону. Или, может быть, постепенно дружа с ним, не сразу человек изменится, но постепенно, постепенно, месяц за месяц видишь, как человек изменяется. Поэтому, если человек дружит с тем человеком, который распивает алкоголь, который принимает наркотики, который плохо относится к родителям, который часто, например, посещает плохие места, и этот человек с ним дружит и говорит, нет, это он, я не такой. Но так придется время, что шайтан, что шайтан еще больше будет постоянно приукрашивать его в глазах, и постепенно, постепенно он тоже сойдет с этого пути и будет на пути вот этого грешного друга. Это не мои слова, это слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. А что касательно, если он тебе не изменит твой нрав, то ты уйдешь от него и прочувствуешь плохой запах. То есть даже если он твой нрав не изменит, если он твой нрав не изменит, и ты не пойдешь по его пути, но, однако, все равно запах от него останется. Когда тебя близкие люди увидят с таким человеком, то тебе тоже скажут, подумают, что ты такой же плохой, потому что это его друг. Или дадут за тебя, когда спросят, можно ли ему доверять, нельзя, потому что он вместе с таким дружит. Потому что он вместе с таким дружит. Вот так вот муфассиры дают атавсир этому хадису. Если теперь, уважаемые братья, вернуться к салифу-салиху, к сахабам, с подвижникам, к таби'инам, рахмаллаху, то они очень сильно проявляли усердие для того, чтобы их окружение были праведные люди, богобоязненные люди. И они отдалялись от грешников. Почему? Потому что эти грешники могли бы так... Потому что они знали, что эти грешники и грешные люди могут оставить какой-то след по отношению к ним в своих словах, в своих высказываниях, в своих действиях. Поэтому... Больше пусть у вас будет друзей в этой дуне праведных. То есть это большой максы. Это большой подарок, большая милость Аллаху. Больше себя ищите праведных друзей, пусть в вашем окружении будут больше праведных, Сказал имам Аль-Хасан Аль-Басри, рахмаллах, почему? Потому что вот эти друзья праведные, они вам помогут в Судный день. Теперь хотим спросить, как они могут помочь в Судный день? То есть, если человек, например, он сам не такой уж праведный, но его окружение праведное, как они могут в Судный день помочь? Когда в Судный день обитатели рая зайдут в рай, и когда они будут в раю, и вот эти братья, которые вместе будут в раю, будут общаться и говорить, у нас же еще был один друг, где его, почему мы его не видим в раю? Почему он не с нами? Может быть, у него там в школе был школьный друг, или в университете, или вместе они встречались там на каких-то мероприятиях, или вместе работали. То есть, и говорит, то есть, мы с нами был такой друг, помните? А почему среди нас нету в раю сейчас? Я его не вижу в раю. Что он делал? Чем он занимался? Он же среди нас находился. Но он сам не был праведным таким. И тогда этим людям скажут, вот этот ваш друг, о котором вы спрашиваете, он сейчас в аду, наказывается. И вот этот верующий скажет, «О, наш Господь, обратятся к Аллаху в раю, уже будучи в раю, мы полностью не можем отдыхать в раю, наслаждаться раем, до тех пор, пока этот друг не будет с нами здесь, И в этот момент Аллах, Субхану Аталья, прикажет и скажет, они просили своего друга, он сейчас в аду, ангелам прикажет, скажет, возьмите, вытащите его из ада, введите его в рай, пускай он вместе с ними отдыхает. И здесь, давайте посмотрим, уважаемые братья, ради чего Аллах, Субхану Аталья, выведет этого грешника, но у него были праведные друзья, много было праведных друзей, почему Аллах, Субхану Аталья, вытащит его из ада, для чего? Чтобы читать дополнительный намаз? Нет. Чтобы еще, иди постись, еще делай благие дела, иди еще садака раздавай, чтобы попасть в рай? Нет. Ради чего, из-за своей милости по отношению вот этим своим рабам, из-за своей доброты, Субхану Аталья, даст им возможность, чтобы они наслаждались в раю полностью, и их друг, который по своим делам не заслуживает рай, но только, Субхану Аталья, из-за того, что его праведные друзья попросили за него, Аллах, Субхану Аталья, по своей милости ведет его в рай. В этот момент хадис продолжается. Все те, кто в аду, будут переглядываться друг на друга. Обитатели ада удивлятся, скажут, удивительно, как он вышел из ада. Кто за него проявил заступничество? Абуху шахид. Его отец шахид, наверное. Стража ангела скажет, нет, его отец не шахид. Ахуху шахид, его брат шахид. Фаюкалю ла, нет, его брат не шахид. Тогда кто за него заступничество сделал? Ангелы Аллаха, или, может быть, пророки? Фаюкалю ла, скажет, нет. У него есть друг, который был с ним в Дунья, он за него сделал заступничество, обитатель рая. И Аллах, послушав, приняв заступничество его друзей в раю, вытащил его из ада и вел его в рай. И в этот момент пророк Мухаммад, саллал айсану айсану айсану, сказал, И в этот момент все вот эти обитатели ада, когда увидят это положение, что одного Аллах, субханалу айсану айсану, забрало из ада и вел его в рай, все скажут, А у нас нету, кто бы за нас заступался. То есть у него были друзья, оказывается, прадедные, а мы не дружили с такими. За нас нет, кто бы за нас заступился. И нет у нас друга, брата, который за нас бы, близкий брат, который бы заступился за нас перед Аллахом, субханалу айсану айсану. И потом они будут сожалеть в аду и скажут, Если бы Аллах дал бы нам еще один шанс, мы бы вернулись в Дунья, мы бы тогда бы стали верующими. То есть, О Аллах, если бы мы вернулись в Дунья и поменяли бы своих друзей, других бы для себя взяли друзей. Закр Аллаху ази ва жалла, То есть, Аллах, Субханалу айсану айсану айсану, прочувствуйте эти аяты, уважаемые братья, Всевышний Аллах, Субханалу айсану айсану айсану, говорит, и указывает в этих аятах о тех людях, которые взяли для себя путь шайтана, о тех людях, которые любят дружить с грешниками, о тех людях, которые оставили путь Аллах и его посланник. Аллах описывает их в Кур'ане, говорит, судный день, грешник, притеснитель, он будет кусать свои руки, то есть кусать, почему? Обычно, когда человек о чем-то сожалеет, что делает? Кусает палец, эх, кусает свой палец, но здесь говорится, что он будет две руки кусать полностью от такого сожаления до плеча, потом вторую руку будет кусать до плеча из-за сожаления. Что будет говорить? Я говорю, я лейтанит, тахадатума ар-расюли, сабила, будет говорить, о, если бы я вернулся в Дуния и взял бы для себя путь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи и саллам, то есть если бы я шел по пути пророка Мухаммада, почему я не шел по этому пути? Тогда задается вопрос тут же, у нас у всех задается вопрос, хорошо, что тебе помешало идти по пути Аллаха, его посланника Аллаха? Неужели для тебя Аллах, не показал прямой путь? Дальше он будет продолжать и говорить, я лейтанит, не лам аттахида фуланан халила. Что ему помешало этому человеку идти по прямому пути? О, горе мне, если бы я не взял бы такого-то, такого-то себе в друзья. Субханаллах, почему, что случилось? Почему ты его взял в друзья? Что это твой за друг? Может быть, это тот друг, как часто бывает, с которым ты проводил ночи в харамных местах. Может быть, это тот друг, даже на которого, ради кого ты поменял своих детей, свою семью. Ночью твои дети спали без тебя, а ты с ним гулял, харамные вещи сделал твой друг. Если бы я не взял бы себя соратники этого друга, а что он сделал, этот друг? Этот друг меня сбил с вспоминания Аллаха. Этот друг меня сбил с прямого пути после того, как я был на этом пути. И вот тоже, когда вспоминаю, когда навестил вот эти места, вот я был на прямом пути, был на пути Кур'ана и так далее, с ненужными людьми связался и попал сейчас вот это здоровительное место, где лечат от наркозависимых людей. Если бы я... Почему? Он меня сбил с прямого пути, когда Аллах указал мне этот прямой путь. Поэтому, если у человека плохой друг, он тебя не будет побуждать. Пойдем, брат, в мечеть. Пойдем, брат, почитаем Кур'ан. Пойдем, брат, хорошо относиться нужно к родителям. А он что, если будет видеть тебя на греховном, он еще больше будет тебя подталкивать к греховному. Как шайтан, вот этот из людей тоже шайтан, который его побуждает еще больше отдаляться от пути Аллаха, субхану ва-та'аля, так этот человек проживает свою жизнь, оставляет благих, праведных людей, братьев, и, субхану ва-та'аля, идет по пути, по пути шайтана, ва-ля-ля-ля-ля-ля. А что сказать про братство, аль-хамду-ля, про друзей? Аллах, субхану ва-та'аля, описывает тех друзей, то есть, которые побуждают тебя к благому. Мы, аль-хамду-ля, прочитали эти аяты, то, что Аллах, субхану ва-та'аля, даже если у человека, он может быть сам не такой богобоязненный, но он старается быть. Но у него есть общество, друзья, которые любят Аллаха, которые боятся Аллаха, субхану ва-та'аля, то они также эти друзья не забудут, как они не забывали при этой жизни. Брат, пойдем вместе, прочитаем намаз. Брат, пойдем вместе, восхвалим Аллаха, субхану ва-та'аля, и также не забудут о днем судный день. И, завершая эту тему хотелось бы, особенно на сегодняшний день надо следить у Аллаха и братья за нашими детьми, с кем они общаются. Если вы увидели что-то, не дай Аллах, характер ребенка изменился, надо сразу же посмотреть, с кем он общается, кто у него в окружении, какие у него друзья, особенно сейчас, телефон где-то проверить, с кем он переписывается и так далее. Я вам хотел живую историю рассказать, и на этом закончим. Может быть, я ее рассказывал, но так как Аллах, субхану ва-та'аля, напоминай, поистине напоминание дядя, наш шейх, шейх Мухаммад аль-Ариф рассказал нам одну историю. Говорит, я поехал посещать тюрьмы и делать дайват с дайватом. И есть отдельная такая комната в тюрьме, как, как говорят, как картер, как такой, где сидит отдельные люди. И там сидел один, когда я каждому салям давал, я спросил, что это за отдельные такие камеры? Говорит, здесь сидят тем, кому уже пришел приговор именно о смертной казни, кисас. Смертная казнь, вы знаете, бывает за убийства, за распространение наркотиков, за сихр и так далее. И вдруг, когда я зашел в одну камеру, вдруг молодой парень, 19-летний парень увидел меня, говорит, шейх обнял меня, поцеловал меня в голову, то есть видно в нем, что он праведный, то есть такое, аль-хамду-ля, то, что видно в нем то, что в нем есть что-то благое. Я потом спросил начальника тюрьмы, говорит, это кто такой? Это парень, 19 лет, ему смертная казнь. А что с ним случилось, говорит. И рассказал его историю. Рассказал его историю, это примерно лет 25, лет 20-25 лет назад было это, что случилось. Он был, говорит, праведным, читал намаз, изучал Кур'ан, аль-хамду-ля, то есть на все пять намазов ходил в мечеть. И, субханаллах, был такой, он правильный, ахляк, говорил иногда, когда муаззина не было, азан говорил в мечети. Иногда, когда имам, когда имам не приходил, он его просил, сказал, что за меня я не буду, ты проведешь намаз, но однако его отец грешник. Его отец грешник, то есть сын праведный, а отец грешник. Тоже часто так бывает. Дети читают намаз, родители говорят, что ты намаз читаешь, какую-то секту попала и так далее. Так же произошло это. И потом он, говорит, повесил, приехал, купил новую машину Toyota Camry, повесил ключи, говорит, видишь эту машину, говорит, хочешь, чтобы она была твоя? Шейх еще рассказывает, говорит, конечно, даже взрослый человек может быть не устоять. Это, что ему тогда, говорит, тогда сбрей вот эти твои бородки, которые у тебя есть, свою вот эту вот короткую, свое короткое вот это вот одеяние, и говорит, поменяй все, и поменяй, говорит, давай нормальный, будь нормальный, ты какой-то, смотрю, ненормальный, какой-то ты фанатик религиозный. И говорит, он постепенно, как мог, проявлял терпение и так далее. А потом прошло время, он сбрил свою бороду, несколько волосинок, сколько у него было, поменялся, взял машину и уже как только поменялся, перестал с этими друзьями общаться, которые вместе с ним молятся. Если он этих друзей оставил, то автоматически у него другое общение будет, круг общения. Уже другие друзья, уже видно, что нет-нет, они там начинают курить где-то за углом, домой ночью приезжают с громкой музыкой и выехал в пустыню своим другом, секретным путем купили алкоголь, выпили, и он его убил ножом. И ему сказали, что смертная казнь, то есть мы его не прощаем, родственники погибшего, то есть мы тоже хотим его кровь. И сейчас рассказывает, говорит, отец, когда приходит его навестить, осталось несколько дней, зная, что его сына казнят, отец, говорит, мне рассказывает, начальник тюрьмы, говорит, я поднимаю глаза, говорит, я не могу смотреть на своего сына. Я понимаю, что я не просто погубил своего сына, сейчас его казнят, а я две души погубил и того, кого он убил, и этого. Я прихожу в мечеть, после того уже потом Мухаммад Айфи рассказывает, после того, как его казнили, Отец говорит, я прихожу в мечеть, прошу Аллаха, прошу Аллаха, прощения. Говорит, я вижу, говорит, как те друзья, которые его были первые, они вместе, аль-хаммдану, в мечеть читают Коран, кто-то из них читает Адзан, кто-то проводит намаз, а мой сын лучше из них был. Я сам же своими руками, субхаммдану, подтолкнул на это своего сына. И самое удивительное, что он рассказал, когда мы пошли хранить его, те друзья, новые друзья, которые у него появились, грешники, никто из них не пришел его хранить. Но однако те старые друзья, они пришли его хранить, и после того, когда уже его похоронили, остались около его могилы и начали делать за него два Аллаха, прости его, укрепи его на твердом слове, чтобы он смог ответить на те вопросы, которые будет ему задавать ангелы. Поэтому это живая история, это настоящая история. Поэтому если мы не будем, аль-хаммдану, дружить с праведными, если мы не будем следить за нашими детьми, с кем они дружат, то Аллах заменит это на плохое общество. И результат этого будет очень плохой и в этой жизни, и в вечной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok